МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По поводу случая, который произошел, хотели узнать, что сейчас в ФАПе. Закончено ли следственное действие, в каком режиме работает? На данный момент работают следственные органы и исполнительная комиссия. Все результаты будут по окончанию расследования. ФАП сейчас в штатном режиме работает? Да. Именно суда в Большие Круговичи двухмесячного Кирилла привезли на плановую вакцинацию 12 августа. Прививки делал опытный медработник из Агаревичской амбулатории. Это соседняя деревня, где, собственно, и прописана семья Рапцевичей. После нескольких инъекций ребенок стал задыхаться. Его пытались спасти, но, как позже констатируют медики, реанимационное мероприятие результата не дали. Та серия адреналина, она есть. Ну, то есть, в плане упаковка, там пять ампул было, одной ампулы там нет. Это для реанимационных мероприятий уже? Вызвали реанимацию. Реанимация, то есть, по дороге ребенка прохватила. То есть, в самой машине они еще что-то, ну, то есть, кололи укол. Что-то еще делали. Вот. Какие события уже в самой реанимации, мы не знаем, и нам это никто не говорит. Александр Рапцевич – отец Кирилла. В медицинском заключении, с которым отдали тело сына, пока что, значит, причина смерти не установлена. Формально это анафилактический шок. Но вот почему он произошел, предстоит разобраться. Обидно то, что вот, как уже после беды говорят, что можно было покупать дорогие какие-то прививки, да, а почему нам вот никто не объясняет, никто не говорит. То есть, только позвали, принудительно будем так говорить, что обязательно, обязательно. Но если надо, значит, надо. Мы, как, ну, нормально, парадочные люди, волнуемся здоровья своих детей. Вот. А так выходит то, что мы умышленно завели на смерть ребенка. Днем позже стало известно, что еще один ребенок, грудная девочка, которой делали прививку в этом же ФАПе, и в это же время попала в реанимацию. Матери пострадавших детей даже успели перекинуться парой фраз на злополучном приеме. Правда, медики утверждают, связывать эти случаи не стоит. Что касается второго ребенка, у него поднялась температура, что вполне допустима реакция, общая реакция организма на введение вакцины. Но, учитывая ситуацию, мы его госпитализировали в детский стационар под наблюдение. Ребенок не нуждался в лечении и не нуждается на сегодня. Мы перестраховались, скажем так. Сейчас обстоятельства произошедшего изучают не только медики, но и следственный комитет. Экспертам предстоит установить наличие или отсутствие каких-либо заболеваний внутренних органов, уровень физического развития ребенка на момент происшествия, а также точную причину смерти. В свою очередь, сама вакцина будет исследоваться специалистами Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Если говорить об анафилаксии, то она может быть на прививку, на любое лекарственное вещество, на укус пчелы, на любой аллерген. То есть это не причина прививка сама. Это изначально особенность организма склонность именно к анафилаксии. Прогнозировать поведение организма мы не можем в любом случае. Прививки, увы, не впервые становятся причиной трагических происшествий. В начале прошлого года в Молодечнинском районе от анафилактического шока после введения антибиотика умерла 31-летняя женщина. Чуть позже, в том же Ганцерическом районе, после укола антибиотиков цевтриаксона и ледокаина откачивали двух женщин. Тогда же в реанимацию попал 11-летний Борисовчанин. Ему вкололи цевтриаксон российского производства и тот же ледокаин. После этих случаев в стране была приостановлена продажа цевтриаксона и ледокаина определенных серий, произведенных на Борисовском заводе медпрепаратов. Между тем, в начале года Беларусь, по данным ЮНИСЕФ, вошла в десятку стран мира с самой низкой детской смертностью. В последние годы на тысячу новорожденных у нас умирают лишь полтора ребенка, как в Южной Корее, Норвегии и Люксембурге. Сегодня непосредственно на месте событий в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Большие Круговичи. Основные следственные действия уже завершены, и ФАП работает в штатном режиме, ведь он здесь единственный, а люди болеть не перестали. Прививичный материал, который предположительно мог стать причиной трагедии, изъят и исследуются специалистами. До завершения расследования местные медики от официальных комментариев воздерживаются, но не меньше, чем все остальные хотят знать правду. Константин Степанец, Александр Кривецкий. Субботний выпуск.